однако же опять нейросети теперь для генерации голоса их много они достаточно простые в использовании и в принципе результат выдают примерно одинаковые а именно хороший мне нравится eleven labs но в принципе можно использовать звукограмму про генерацию голос не буду рассказывать этого eleven labs но тут есть очень крутая библиотека звуков разбитых по категориям весьма и весьма много всего но все-таки вернемся к генерации голоса тут в принципе можно генерировать уже на главной без всякой регистрации но с ограничением в 333 символа это пример вечная тайна мира заключается в его понимание можете вставить свой текст и тут выбор голосов голосов много а после регистрации их станет еще больше ой я на самом деле тут поигрался оказывается исчерпал лимит он запоминает айпи поэтому пришлось воспользоваться vpn наше недоверие очень дорого стоит проблема с ударениями тут в принципе решается за главными буквами при этом тут я ударение перепутал а он как раз наоборот прочитал правильно наше недоверие очень дорого стоит но и фирменная все любите друг друга теперь это просто жизненно необходимо и помните в конечном итоге все будет хорошо это говорю вам я вова ломов и теплица социальных технологий хорошо читает лучше меня бодренько так ну и результат соответственно можно сохранить но понятно что это все так развлечения настоящий комбайн по генерации голоса открывается после регистрации сервис условно платный но вроде не особо дорогой на бесплатном тарифе дается 10 тысяч знаков в месяц этого хватит чтобы нагенерить два моих скринкаста а вот так выглядит интерфейс ничего лишнего все в принципе понятно вставляете текст нажимаете дженери однако же опять нейросети теперь для генерации голоса их много они достаточно простые в использовании слева внизу написано сколько вы израсходовали из месячного лимита учитывается каждое нажатие так что под сократим текст тут выбор голоса все их можно послушать перед использованием окей окей so you're not gonna believe be here now давайте возьмем вот этот а тут голоса можно немного поднастроить на эту настройку нейросеть реагирует достаточно неплохо стабильность скорее монотонность в таком случае голос будет живым с перепадами но может быть нестабильным с этим сложнее ясность и сходство очень похоже что это и следующая вообще непереводимая настройка преувеличение стиля работает в режиме преобразования речь в речь об этом я расскажу чуть позже однако же опять нейросети просто с нейросетями сложно проверить настройки методом логического тыка а я привык перепроверять все именно так не доверяю тому что пишут или говорят но на стабилити он точно реагирует достаточно неплохо так будет более монотонно однако же опять нейросети теперь для генеральной готовый результат можно соответственно сохранить так теперь что касается речь в речь очень крутая штука вы ей скармливаете какой-то звуковой файл и он переговаривает его другим голосом ну собственно тем голосом которые вы выбрали в нашем случае голосом билла оскормил я ему кусок моего скринкаста и теперь он перечитает этот текст в принципе сохраняемой интонации и даже вздохи между словами но прежде чем разобраться с функционалом объясню странное название ролика но странное для нашего канала смешно говорит с легким американским акцентом и вот тут насколько я понимаю два нижних бегунка как раз и работают а странный американский акцент опять же насколько я понял связан с тем что нейросеть пока до конца не натренирована на работу с русской речи в режиме speech-to-speech и она вначале переводит голос в текст потом переводит этот текст на английский и уже потом проговаривает и при этом немного ломается но это дело времени значит кроме предустановленных голосов вы можете создавать здесь свои голоса и даже создавать модели голосов ну то есть копировать голос на основе исходника но к сожалению только на платном тарифе а создавать голоса можно и на бесплатном но с минимальными настройками ну то есть тут включается функции случайных величин нейросеть сама что-то нагенерит но может получить вполне неплохо сгенерированный голос можно сохранить и использовать впоследствии а также тут есть куча голосов от комьюнити которые также можно использовать ну и последнее тут есть разные модели но русский язык есть только в мульти-лэнгвич версия 2 и бывает такое что вы выбираете голос он предлагает использовать другую модель вы соглашаетесь и результат получается таким однако же опиат нейросети из этого можно сделать вывод что при работе с русским языком нужно использовать только мульти-лэнгвич и 2 значит видео мы уже генерировали ссылка на скринкаст в описании закадровый текст генерировали где взять звуки для саунд-дизайна я показал осталось разобраться с генерацией музыки можете снимать кино про музыку в одном из ближайших скринкастов так что подписывайтесь ну и любите друг друга теперь это просто жизненно необходимо и помните в конечном итоге все будет хорошо это говорю вам я вова ломов и теплица социальных технологий